Актриса и певица Мужчины не обращали внимания на гадкого утенка, но все изменилось, когда она добилась славы в Голливуде. Это был 62-й год. Ей почти 20 лет. Первое прослушивание. Американский актер Элиот Гулд. В 63-м году она выйдет за него замуж. Они прожили вместе недолго, хотя и произвели на свет сына Джейсона. В 71-м году официально развод, но к этому моменту певица встречалась уже с премьер-министром Канады Пьером Трюдо. Родной сын Барбары заключил брак с манекенщиком Дэвидом Найтом. В 73-м году у нее были отношения с парикмахером Джоном Питерсом, который стал ее менеджером и продюсером. Они расстались в 82-м, но остались друзьями. Затем у нее был роман с наследником мороженого Баскин Робин с Ричардом Баскиным, который написал текст к ее песне «Наконец-то мы здесь». Почти год она встречалась с актером Доном Джонсоном. Пара записала дуэт «Пока я не полюбил тебя». Помимо этого, у нее были романтические отношения с Ричардом Гиром, Клинтом Иствудом, Джеймсом Ховардом, Лиамом Нисоном. На протяжении 90-х она встречалась со знаменитым теннисистом Андреа Гасси, который младше ее на 28 лет. Кроме того, актриса крутила роман с легендарным Элвисом Пресли. В 92-м Стрейзанд возглавила фонд поддержки Билла Клинтона, баллотировавшегося на пост президента Америки, а в 93-м году присутствовала на его инаугурации. В июле 98-го года она вышла замуж за актера Джеймса Бролина. Он сумел найти подход к самой экстравагантной даме Голливуда, в результате чего женщина стала примерной женой. В ее личной жизни нашлось место для истории с королем Англии Чарльзом III. Почти 50 лет назад она познакомилась с сыном Елизаветы II, принцем Чарльзом. В то время он служил в Королевском флоте. Ему было 26 лет, а ей 32. Он еще не был женат на принцессе Диане. Их встреча произошла в 74-м году в Лос-Аншелесе в студии звукозаписи. Он попросил встретиться со мной, поэтому пришел в студию. Я предложила ему чашку чая. С тех пор они стали друзьями. Певица отдыхала в загородной резиденции принца Чарльза, останавливалась в лондонском отеле, и он присылал ей цветы из собственного сада. Он называл ее невероятно привлекательной и очень сексуальной женщиной. В 95-м году, когда после расставания с принцессой Дианой прошло три года, Барбара посетила дом принца Чарльза в Лос-Аншелесе. В 19-м году, во время концерта в Гайб-парке, ее спросили о дружбе с принцем Чарльзом, и она сказала, «Если бы я правильно разыграла карты, я могла бы стать первой еврейской принцессой». Субтитры создавал DimaTorzok